Вот, и у меня получилась вот такая вот фигура. Не совсем правильная, потому что здесь у меня есть... Всех приветствую, вы на канале 3DNet, и мы продолжаем изучать работу в сцене, как здесь что устроено, и переходим в вкладочку добавить. Первое, что мы сделаем, конечно же, удалим кубик. Далее, что мы можем делать? Shift-A, горячая клавиша, у нас есть поиск. Первое самое, да, то есть уже конкретно какой-то объект, можно сразу найти через поиск, если вы знаете его название. Далее, Shift-A, Mesh. Здесь давайте какие-то базовые разберем. К примеру, у нас есть окружность, она у нас не закрытая, то есть она состоит из вершин. Тут уже больше логика работы с Mesh-объектами, но давайте еще чуть-чуть пройдемся. То есть у нас есть вершины, есть ребра и есть грани. Пока что удалю. Также при добавлении мы можем добавить сетка. Вот, и плюс еще при добавлении, когда мы добавляем объекты, смотрим, вот здесь слева у нас есть менюшечка, которая позволяет настроить эти объекты и добавить базовую форму примитива, какую-то другую, да, с которой вы можете работать. Но я думаю, все это уже на опыте. Также Shift-A мы можем использовать какие-то готовые. Вот у меня есть аддон с болтами, гайками. Вот, и я могу здесь выбирать, что у меня будет. Болт, гайка, также ее настроить. Плюс еще эта менюшка, если вы не делали каких-то действий, еще раз напоминаю, она вызывается через F9. Вот, меню все появилось, да. Какие у нас еще есть типы объектов? Кривая, с которой вы очень часто будете работать, да. С помощью нее можно делать какие-нибудь веревки, кольца и все прочее. То есть кривая также настраивается. Мы можем ее менять там геометрию, какую-то глубину, и мы получим уже вот такую вот трубу, да. И зависимо уже, как мы ее будем редактировать, эта труба будет изменяться. Настройки здесь довольно-таки много. Это все уже в других видео, но будем знать, для чего она. Далее, что мы можем еще? Когда мы работаем с объектами, мы их можем конвертировать. Вы очень часто будете конвертировать. Допустим, добавили кривую, сделали какую-то форму, либо расположили при ней объекты. Ну, скорее всего, форму сделали. Правой кнопкой мыши, либо через объект мы к этому тоже еще придем. У нас здесь есть конвертировать. Вот она конвертировать. И тут есть четыре типа. К примеру, я хочу конвертировать в Mesh. Мы получаем вот такой вот Mesh. Уже не кривую, а сам Mesh. Вот видим, да. Далее, у нас есть еще поверхность. Здесь я бы взял, наверное, какую-нибудь окружность, просто для примера. По сути, это немножко другой способ редактирования. А если вы изучите, то... Конвертирую тоже Mesh. То сможете делать более быстрее какие-то другие фигуры. Я больше работаю через Mesh, но также здесь можно многому научиться. Допустим, вот я делаю какой-нибудь листочек. Далее, там, будем работать еще с модификаторами, добавить. Еще, заметьте, я его конвертировал в Mesh. Какое-нибудь подразделение поверхности, какой-нибудь генерация, еще объемность. Вот. И у меня получилась вот такая вот фигура. Не совсем правильная, потому что здесь у меня есть трехугольник. Но это для примера. Только для примера. Ну, какой-нибудь еще Shade Smooth добавлю, чтобы он был сглажный. Вот. Листочек, либо какая-то форма, которая у нас идет не цельная, а отдельная деталь к нашему персонажу, к нашим объектам. Мы можем также работать через поверхности. Вот. Здесь список тоже большой. Все, не будем затрагивать. В принципе, те, кто уже будет с этим работать, я думаю, будет более-менее понятно. Вот уже есть какая-то готовая фигура, там, Тор. И мы можем его как-то отредактировать, как нам нужно. А на этом, я думаю, все. Продолжим в следующих видео. Тут довольно-таки много чего интересного. Также разберем, посмотрим. Подписывайтесь в Telegram, Discord. Жду. Ждем. Там помогаем друг другу развиваться. В 3D-шке, в разработке игр. Буду очень благодарен поддержке на Boosty. И всем всего хорошего. Пока.